добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры рад видеть те кто сегодня находится в нашей комнате я вижу что у нас есть даже уже отметившийся город минск у нас есть смолевич есть не ошибаюсь это минск область с урала написала до любила то что она проживает на тураевском регионе если остальные напишет те города где они сейчас находятся буду вам благодарен поставьте пожалуйста сразу плюсики видно меня слышно метки каких-нибудь сложности получение информации здесь сегодня много тема у нас с нашего вебинара касается личного кабинета что у нас где находится чтобы люди не боялись попадая в личный кабинет партнера компании skyway котику и знали что где они могут посмотреть судя потому что людей сегодня много я так понимаю что большинство наших партнеров а их там уже давно перевалило там за десять тысяч до прекрасно владеют данной информации вот а те кто находится в комнате себе знают что где находится в личном кабинете если есть те кто скажем так не до конца еще изучил просто минус поставьте чтобы я понимал вот мы встретили тех людей кто находится в комнате всем все понятно все все знают может быть тогда проще ответить на какие-то вопросы да аж где найти вот это где посмотреть вот то и так далее так далее вот такие дела а только надежда написала да что она до конца разобралась с личным кабинетом у нас сегодня ничего не будет демонстрироваться никаких роликов кино мультимов не будет в нашей комнате да сегодня будет речь идти непосредственно о том что где находится я сейчас буду делиться экраном здесь сервис позволяет вам открыть мой экран моего компьютера и будем разбираться по шагу что у нас где находится я вижу что у нас есть люди из литвы с альтамансийского основного круга игра тоже вас рады приветствовать в республике ТВА то есть это уже скажем так восток российской федерации город Кызыл столица республики если не ошибаюсь да итак коллеги пробежимся все кто сегодня вебинаре готовы смотреть эту информацию вебинар тоже записывают по большому учету есть вероятность что он будет выложен на интернет ресурсах нашей компании на наш видеоканал касаемо именно обучения итак коллеги я тогда открываю свой рабочий стол сейчас у меня пройдет прогрузка программы когда рабочий стол загрузится прошу вас дать мне обратную связь опять же видите же самых плюсиков что да видно слышно видно мой рабочий стол хорошо занимает какое-то количество секунд итак я выбрал нажал на кнопку трансляции моего рабочего стола подскажите мне пожалуйста видно ли мой рабочий стол сейчас переключился на видно да итак коллеги начнем с вами с простого то есть что у нас где находится первая страница которая появляется у вас на экране когда вы входите на свой личный кабинет точнее начнем с того момента когда вы зашли на страницу личного кабинета где нужно ввести свои данные указаны при регистрации электронный адрес и пароль который вы придумали своему кабинету нажимаете кнопку войти у вас начинает прогрузка личного кабинета и как только сайт загрузится вы попадаете на главную страницу вашего личного кабинета на ней отражен определенный объем информации то есть здесь есть информация по вашим счетам вы видите четыре счета своего панелька синего цвета сколько денег у вас на основном счете сколько на бонусном сколько на акционом и сколько на премиальном ваши фамилии и имя справа да и сколько вам необходимо скажем так проделать работу для того чтобы достичь следующий уровень квалификации ваша квалификация указана по новому маркетинг плану то есть а у нас это партнер консультант лидер мастер и эксперт далее то количество акций которые вы приобрели компания skyway capital на нижнем правом синей панели да какое количество людей вы лично привлекли и какое количество средств лично вами было привлечено дальше если мы ниже будем опускаться опять же информация сколько у вас осталось до следующего уровня да то есть фактически узнает следующий квалификации после партнера идет это консультант и там для того чтобы быть консультантом необходимо купить акции компании skyway capital на сумме места долларов в первом покорении чтобы у меня не двух людей которые сделали то же самое вы видите личных инвесторов первого уровня для следующей квалификации хватает то есть они полностью запомнены дальше внизу на этой страничке на главной вы видите последнее движение по вашим денежным счетам то есть какое количество денежных средств туда было передвину туда но в принципе здесь информация по партнерской программе какое количество средств какого числа поступил на акцион на бонусный счет вся эта информация отражается у вас в личном кабинете и здесь возможно вам видно по множеству для трансляции рабочего стола под ним обращение в техническую поддержку я наверное сразу кликну в этой вкладочке да это позволяет каждому нашему партнеру тоже зарегистрирован в личном кабинете связаться со службы технической поддержки то есть ввести весь текст вопроса которые вы хотите задать и через какое-то время специалист нашей технической поддержки вам ответить на этот вопрос то есть это главная страница на что я хочу еще обратить внимание на главной странице есть такое понятие что информация по рассрочке здесь да то есть 0 резерв те люди которые приобретали пакет акции в рассрочку здесь они будут давать достоять информация по рассрочке я это вам покажу на другом аккаунте на тестовом который у нас у меня дальше у вас правом углу есть видите написано ваша фамилия это ваш профиль и фотографии если вы ее погружали вы можете кликнуть по вкладочке выбрать профиль зайдя в профиль вы здесь можете отредактировать ту информацию которая касается вас непосредственно то есть и никто вас не будет заставлять ее вводить но тем не менее есть поля обязательные которые должны быть заполнены к ним относятся электронный адрес телефон ваш айди вы можете увидеть при регистрации нашей компании да дальше видите здесь стоят галочки вы можете их убрать если вам они мешают но я рекомендую вам оставить если вы строите партнерскую структуру соответственно как только вам будут начисляться какие-то денежные средства вам на телефон будет приходить смс и в нем будет сообщена информация что вам начислена такая-то сумма денег на такой-то счет и дальше получать информационную поддержку от менеджер компании тоже стоит галочка если вы эту галочку берете то скажем специалисты нашего отдела информационной поддержки с вами связываться не будут давать вам информацию о новостях о том как лучше поступить и так далее о тех акциях которые у нас происходит в компании и прочее если вы эту галочку оставите соответственно специалисты нашего отдела информационной поддержки будут с вами общаться сообщать вам свежие новости помогать вам в развитии этого бизнеса также здесь есть информация по вашему вышестоящему партнеру либо информационному спонсору его фамилия имя логин телефон адрес электронной почты есть люди которые зарегистрированы непосредственно под компанию соответственно весь это поле остается пустым да у вас скажем так непосредственно регистрация под компанию опять же последнее событие фигурирует в профиле то есть это даты числа время когда вы входили в свой личный кабинет до чего это нужно наверно для контроля чтобы вашим логином и паролем никто не воспользовался помимо вас да чтобы могли контролировать что ваш личный кабинет доступен только вам дальше здесь ниже есть детальная информация которую вы можете про себя написать указать логин skype указать ссылки ваших на ваши социальные сети на ваши аккаунты социальных сетях тех которых вы зарегистрировали да увидите здесь контакт подноклассники фейсбук twitter добавить дополнительный контакт да то есть сами можете описать что почему и здесь ваша анкета пользователя фамилия имя отчества видите здесь галочки стоят точнее звездочки которые обязательно как я вам говорил фамилия имя электронный адрес это те данные которые у нас указывается обязательно дальше уже если вы хотите вы можете указать все остальное дату рождения адрес проживания если хотите можете писать сюда паспорт вы нажимаете кнопочку сохранить эти данные сохраняются на вашей главной странице это то что касается главной страницы но я хотел бы обратить ваше внимание еще вот на что вы видите здесь у нас появилась надпись позвонить сайта теперь любой из вас проживая в любой стране мира может нажав на эту кнопку обратиться в службу технической поддержки нашей компании вы разрешаете доступ к вашему микрофону и так далее да и осуществляется звонок во время рабочего времени с 10 утра до 19 по Москве вы сможете таким образом пообщаться со специалистом отдела информационной поддержки в городе Москва и так на главной странице в принципе вся информация которую мы хотели рассмотреть следующая вкладочка на панельке находясь счастливого события первое уведомление принципе здесь отражается информация касаемая в первую очередь приобретенными вами пакетов акций и состояние договоров к этим пакетам акций вот если все это можете проверить когда вы только регистрируетесь оплачиваете и оформлять какой-то сертификат у вас начало статус сертификата будет находиться видно на проверке потом дальше статус сертификации изменен то что проверим потом оформим договор к этому сертификату да вы подписываете и так далее то есть это будет все в разделе уведомлений новости данный раздел можно отнести и к информационному и к инструменту рабочему партнеру то есть вы видите да у нас отражается большое количество новостей в последнее время и возле той новости которая вам понравилась вы можете кликнуть по кнопке соцсети в которой вы зарегистрированы будь то вконтакте фейсбук twitter одноклассникам игру и в итоге разместить эту новость на своей странице нажав на любую кнопку у вас высветится панель то где нужно будет вести комментарий и разместить эта новость размещается либо у вас на стене либо в вашем профиле те люди которые у вас друзьях увидят что у вас произошло какое-то событие на странице могут познакомиться также эту информацию могут получить люди группа в которых вы зарегистрированы так пользователь этих групп да в принципе этим можно пользоваться потому что к этой новости которую вы отправляете в социальной сети из своего личного кабинета предъявляется ваша реферальная ссылка есть вероятность что прочитав что-то о об этой новости потом перейдя по нашим кнопкам которые здесь каждой новости на странице нашего сайта ознакомившись с информацией еще принимает решение зарегистрироваться он становится вашим реферальным партнером в первом поколении но опять же только в том случае если он скажем так ознакомился снова сразу перешел и сразу зарегистрироваться потому что если он потом будет искать где-то в интернете skyway там это и так далее и так далее не факт что он будет зарегистрирован по вашей реферальной сети далее промо акции сейчас если вы нажмете там фактический информация о той промо акции которая была в марте месяце периодически промо акции будут проходить в нашей компании то есть как правило это была последняя промо акции промо кодами которые приходили на смс-ку или на электронной почте да и введя этот код вы могли приобрести акционные пакеты которые действовали на тот момент дальше на что я хотел бы еще обратить ваше внимание то есть давайте сразу наверное перейдем раз уж мы заговорили об инструментах к нижнему разделу и в разделе инструменты партнера для того чтобы могли зарабатывать деньги у нас есть три фунта я начну с нижнего называется он баннеры баннеры по сути дела это тот инструмент который в первую очередь нацелен на группу людей хорошо ориентирующие в инфобизнесе в бизнесе в интернете вот эти люди у которых есть свой сайт у которых есть свой блог да и они могут разместить красивый рисунок он может быть вытянутый по горизонтали он может быть вытянутый вверх есть порядка 60 видов баннеров на любой из них на любой размер мы сейчас кликнем это будет квадратным то есть вот такой вот рисунок человек может разместить на своей интернет странице и выбрать только где он хочет точнее куда перейдет по этой информации человек кликнувший на баннер на его сайт да либо на официальный сайт здесь выбран сейчас либо на ленин партнеров зеленым да то есть если вы выбираете страницу официального сайта значит вам нужно скопировать этот html код на сером поле вы размещаете на своем блоге сайте либо сайте одностраничники у вас этот баннер начинает также моргать как вы сейчас увидите да и люди зашедшие на ваш интернет ресурс могут кликнуть по этому баннеру и перейти на страницу официального сайта либо на рынке так как я уже говорил это в принципе интернет первую очередь ориентирован на тех людей у которых есть свои интернет страницы с баннером может быть вот такой как я вам говорил здесь порядка 60 видов баннеров разного размера по разному скажем так выглядит еще и на страницах ваших интернет ресурсов ну и у нас лишний кабинет в том числе то есть вот таким вот образом используйте данный инструмент это по сути кнопка перехода на страницу которая прикреплена вашей реферальной ссылкой непосредственно раздел инструментов партнера который называется реферальной ссылкой кликнув по этому разделу вы заходите на страницу на которой у нас сегодня есть 5 реферальных ссылок для того чтобы этой ссылкой поделиться в интернете с теми людьми которым вы хотите донести информацию вам достаточно подвести курсор мышки надписи скопирует буфер напротив того места на которое вы хотите вывести потенциально вашего партнера и кликнуть копирует буфер эта ссылка которую вы видите здесь на экране будет сохранена памяти вашего компьютера и вы сможете эту ссылку ставить skype письме по электронной точке специальных сетях и так далее прежде чем наверное эти ссылки разбрасывать вы можете просто по не кликнуть и посмотреть что это за страница и туда попадет человек я вам рекомендую это сделать для тех людей кстати которые уже получили информацию разобрались в проекте и готовы двигаться вместе с вами вы просто можете взять выбрать следующую ссылочку форму регистрации ВЛК и человек выйдет на ту страницу с которой мы начали сегодня наш обзор личного кабинета там где нужно ввести логин и пароль а для человека который будет регистрироваться нужно нажать там кнопку регистрация и ввести те необходимые данные которые нужно ввести после того как он это сделает закончить регистрацию и появится свой личный кабинет такой который мы сейчас посмотрим инструмент который буквально появился на днях в личном кабинете партнеров компании skyway capital это план вознаграждения то есть тот план по которому вам начисляется вознаграждение по партнерской программе либо по маркетингу плану нашей компании кликнуть на этот инструмент это действительно инструмент потому что он позволяет вам разобраться в этом плане вознаграждения вы можете видеть сначала партнер да что из себя представляет квалификация партнеров это человек который зарегистрировался на нашем сайте и принял условия партнерской программы то есть он зашел в раздел реферальных ссылок вот так вот мы сейчас с вами заходили у него высвечивается здесь надпись что для того чтобы зарабатывать деньги по партнерской программе нужно заключить агентское соглашение человек соглашается читает это соглашение внизу нажимает кнопку что он согласен с условием и после этого ему доступны реферальные ссылки так вот партнер человек который подписал соглашение здесь вы видите да расписаны проценты которые человек начинает получать четырех уровней своей структуры вот и справа есть рисунок мало того вы можете скачать описание текстовая маркетинг плана себе на компьютер кликнуть здесь скачать описание либо вы можете скачать презентацию фарпоинта для того чтобы потом ее рассказывать это тоже фактически два инструмента для ведения бизнеса точно также вы можете выбрать любую квалификацию по маркетинговому плану компания skyway capital мир лидер да здесь прописаны те условия которые необходимо выполнить для того чтобы достать достичь квалификации лидер 6 уровней и также здесь можно скачать данный маркетинг план себе на компьютер также квалификация мастер квалификации эксперт так коллеги двигаемся с вами дальше следующий пункт который мы с вами обратить внимание опять же слева есть возможность перейти в профиль профиль мы с вами рассматривали здесь справа также профиль есть отдельно если мы сейчас на это кликнем то мы перейдем на ту страницу о которой с вами подробно уже поговорить статистика статистика это тот раздел который вам показывает вашу партнерскую структуру если вы тут принимали какие-то действия да по построению партнерской структуры у нас здесь есть кнопочка которую пока у нас не сделала прогрузка осуществляется не автоматически для того чтобы актуализировать структуру на сегодняшний день на сегодня 20 число нажимаем две крутящиеся стрелочки у нас обновляется информация на данной странице вы можете видеть следующее да то есть какое количество участников благодаря вам пришло в этот проект первом поколении какое количество участников на втором уровне на третьем и суммарно сколько людей у вас есть в вашей структуре и суммарный объем инвестиций на каждом из уровней суммарно выходит все что вы проделали вместе со своей командой указана ваша квалификация и указана квалификация ваших партнеров в которых они находятся перебывая у вашей партнерской структуры то есть вы можете видеть инсультант, клиент, партнер то есть клиент это те которые не заключили агентское соглашение да то есть у нас есть один консультант человек который достиг высшего уровня и есть 7 партнеров дальше график который показывает когда была осуществлена последняя инвестиция в вашей структуре здесь вы можете сами настраивать фильму да то есть выбирать чтобы вам показывался те кто инвестировал, те кто не инвестировал и так далее также напротив каждого вашего партнера который вы пригласили в этот бизнес есть данные инвестировали этот человек сколько человек его в структуре и справа кнопочка точнее буква и нажимая которую вы можете увидеть электронный адрес и телефон вашего партнера это наверное очень важно в том случае когда вы работаете активно через интернет у вас появляются люди зарегистрированные под вами и благодаря той информации которая весь отражается вы просто напросто можете связаться с людьми и предложить им свои услуги помочь им строить сеть и так далее там где напротив вашего партнера есть какое-то количество людей указанных в структуре вы можете на нем кликнуть и вас высвечиваются все люди находящиеся на вашем втором уровне здесь вы можете посмотреть ага вот есть человек под которым тоже если вы кликаете по нему у вас высвечиваются ваши партнеры на третьем уровне и так далее то есть информация достаточно много она простая доступная и вы можете этой информации пользоваться для создания своей партнерской структуры также на данной страничке внизу вы можете видеть последние доходы от того что делали ваши партнеры то есть написано даты когда были проплаты и начисления вам на бонусный на акционный счет которые осуществлялись то есть фактически вся информация необходима вам потому что проделана вами вашими людьми вашей партнерской структуры находится в разделе статистики не бойтесь заглядывать данный раздел дальше у нас есть раздел банкинг вернемся к нему и в нем есть скажем так 6 пунктов первый из них называется транзакция то есть фактически в данном разделе вы можете видеть все движение денежных средств которые происходило в вашем личном кабинете это касается начисление вам денег по партнерской программе да это вам на числе это вам здесь указывается все движение ваших денег например вы за сборного счета взяли вывели денежные средства заработанные вами вот здесь эта информация указывается вся информация по движению денег на вашем счете находится в разделе транзакции поэтому тоже можете заходить и проверять всю эту информацию в Takika Mob industry оптомить счет вывести средства вы можете нажать на кнопку ввести передства если у вас здесь набор usn immediate шествие получит начинственный шаг у нас кто позволяет на привитки денежные средства основного ли бы бонусного счета на счет например нашего партнера. Бывает, у людей нет никаких электронных платежных систем, они зарегистрированы, они находятся рядом с вами, у них в руках есть деньги, а вы знаете, что у вас есть деньги на счету, они вам деньги отдают, необходимую сумму для того, чтобы приобрести какой-либо из пакетов, а вы со своего бонуса, без основного счета, либо даже с двух, указываете сумму, указываете здесь электронный адрес, который является логином получателя, FIO, и отправляете эти денежные средства на счет ваших партнеров. Функция включена не так давно, но я считаю, что для удобства это здорово. Дальше, перевод средств мы можем, скажем так, просто выбрать с левого панельки и точно так же перейти на странице перевода средств. У нас, вы видите, дублируются кнопки в разных местах, опять же, для удобства работы наших партнеров. Снова раздел «Банкер», «Пополнить счет». Важная кнопка, вообще рекомендую вам приобретать такие пакеты, если вы их еще не покупали. Сначала завести эти деньги на основной счет, вот сюда, для того пакета, который вы хотите купить, а потом оформить пакет. Ну, это как бы наиболее просто, наверное. Для того, чтобы пополнить счет, вам необходимо сюда ввести сумму, которую вы хотите пополнить, и нажать кнопку «Пополнить». У вас загрузится следующая страница, на которой будет перечислен 7 платежных систем, благодаря которым вы можете денежные средства ввести на основной счет. Либо купить пакет, если вы выбрали, скажем так, раздел «Инвестировать», выбрали пакет, мы сейчас туда пойдем сами. Итак, 7 платежных систем. Важно, чтобы в какой-нибудь одной из них были зарегистрированы, чтобы у вас там был кошелек, либо вы можете оплачивать с визой MasterCard. Выбираете удобную для вас платежную систему и делаете все необходимые действия, которые нужно сделать. Как правило, у нас прописана короткая инструкция, что необходимо сделать для того, чтобы эти денежные средства ввести ваш личный предмет на основной счет. Сложности никаких особо не возникают. Заявки на вывод. То есть, вы можете выводить денежные средства в разделе банковки, но, опять же, при условии, что вы писали сюда электронный кошелек или электронную платежную систему, на которую этот вывод хотите сделать. У меня, видите, здесь находится PIV кошелек. Мне удобно пользоваться данной системой, там, по сути, делал беспроцентный перевод денежных средств на мой Киев кошелек и минимальные потери при переводе денег на карточку виза с киев кошелька 1,6 процента. То есть, это самый минимальный процент, который может быть. Вы можете сюда внести кошельки, такие как ОКПЕЙ, ЯДУС Деньги и Visa MasterCard. Раздел выставленных счетов. Вы могли, например, выбрать пункт инвестирования, свои денежные средства. Выбрали пакет, но остановились, например. То есть, не пошли дальше. Так вот, счет, который вам должен быть выставлен, номер этого счета, он будет храниться в разделе «Выставленные счета». То есть, если вы выбрали пакет, но его еще не оплатили, либо ту же самую рассрочку, например, у вас здесь появится, что в ожидании, например, находится один счет. Нажимаете один счет, он у вас высвечивается. Рядом кнопка «Оплатить». Те же счета, которые вы оплатили, они находятся в разделе «Подтвержденные». Если мы нажмем, вот, пожалуйста, написано то, что было проделано тогда-то в вашем личном кабинете. Также в банкинге есть такая кнопочка, видите, незначительная панель по настройке. Это именно то место, где вы можете добавить платежные реквизиты. Вы заходите в настройки, нажимаете «Добавить реквизиты» и у вас высвечивается вот такая картина, где вы можете добавить кошелек для вывода Visa MasterCard. Для этого вам нужно ввести номер карты, имя владельца, срок действия и выбрать, доллар у вас счет, например, или рублевый. Дальше вы можете выбрать здесь Яндекс.Деньги. Соответственно, вам необходимо будет ввести следующую информацию, то есть номер вашего кошелька или кошелек, то, что у меня, скажем так, выбрано, и кошелек УКП. Соответственно, если вы зарегистрированы в одной из четырех платежных систем, вводите и нажимаете ОК. Этот кошелек добавляется у вас в раздел «Платежных реквизитов» и в дальнейшем, когда вы поставите денежные средства в заявке на выводы, вы указываете сумму, точнее, свой счет, который вы сюда добавили, и сумму, которую хотите вывести. Нажимаете кнопку «Вывести». Специалисты финадела нашего обработают данную заявку и выведут денежные средства на этот кошелек. Итак, мы рассмотрели раздел «Банкинга». Теперь мы переходим в раздел «Инвестиции». Первое, что вы здесь видите – мои сертификаты. То есть, если вы кликните на эту ссылку, точнее, на эту страницу, то у вас появятся те сертификаты, которые вы уже приобретали. Соответственно, если вы только зарегистрировались, у вас здесь не будет ничего. То есть, пустая страница. Здесь вы можете посмотреть по сертификатам, которые были вами оформлены. То есть, вы можете их просмотреть, вы можете просто скачать этот сертификат. И также договор, который вы подписали. После того, как вы оформили сертификат, здесь будет, скажем так, поле «Договор», «Оформить». То есть, вы нажимаете «Оформить» и вот эти данные, которые необходимо ввести для оформления договора. По сути дела, это первая страница вашего паспорта и страница этого же паспорта с регистрацией. Для тех стран, где нет такой процедуры регистрации, какой-либо документ, который привязан к тому адресу, где вы проживаете, который вы указали при регистрации. И ваша оплата какого-либо счета, там, за коммуналку, я не знаю, за интернет, за телефон. Этого будет достаточно для того, чтобы вы прошли, скажем так, подписали договор. Дальше. В разделе «Инвестировать» есть раздел «Инвестировать». Нажимаем на эту надписи и мы переходим в раздел «Инвестиции». Вы знаете, да, буквально пару дней назад у нас была по электронной почте, по базе, скажем так, наших электронных адресов наших партнеров рассрета, что у нас добавились два новых пакета в рассрочку. То есть, у нас остались пакеты «Старт» и «Стабильный», там, где люди ежемесячно выплачивают либо 25 долларов, либо 100 долларов в США для приобретения этой рассрочки на 10 месяцев. Соответственно, на выходе, когда вы оформляете рассрочку на 10 месяцев, у вас будет либо 32,5 тысяча акций, если дисконт на пакете «Старт» — 130, либо 220 тысяч акций. Дисконт на пакете «Стабильный» — 220. У нас добавился пакет «Синьор», который позволяет людям приобретать пакет «Старт» и рассрочку на 6 месяцев. Там есть три блока. Если вы платите первый и второй месяц по 50 долларов, за ванной бронируется 10 тысяч акций, то есть у вас дисконт 100. если вы платите вторые два месяца, то дисконт уже 250. Дополнительно бронируется еще 25 тысяч акций. И 5-6 месяц, если вы платите по 50 долларов США, вам еще добавляют 30 тысяч акций. Соответственно, суммарно это 65 тысяч акций. Если средний дисконт посчитать, это будет порядка 214. И добавился пакет «Бизнес». Это тоже приобретение пакетов акций в рассрочку, но на 9 месяцев. Также состоит из трех блоков. То есть, когда вы проплачиваете три месяца по 200 долларов, за вами бронируется 150 тысяч акций. Следующие три месяца — еще 150 тысяч акций. И еще три месяца — еще 150 тысяч акций. Суммарно получается 450 тысяч. То есть, это дисконт, если не ошибаюсь, один из 250. И, что очень важно, вам в подарок будет добавлено на ваш премиальный счет по окончании этой рассрочки ваши выплаты еще 90 тысяч акций в подарок. Это вот пакет, который называется «Бизнес». Также в разделе «Инвестировать» вы можете видеть пакет, называемый «Дебелиный». То есть, если вы единоразово проплачиваете тысячу долларов США, то с дисконтом 300 вы можете приобрести 300 тысяч акций компании SkyWay Capital. Плюс ко всему, вам в подарок будет подарена памятная монета с изображением нулевого километра. То есть, вы знаете, у нас 17 октября произошла торжественная процедура закладки нулевого километра дороги SkyWay. Соответственно, вы получите в подарок эту монету. И есть еще один пакет, который называется… Да не как он называется? Просто на синий фоне. Стоимость всего 250 долларов, дисконт 130. Вы сразу же на выходе можете получить ни много ни мало 32 с половиной тысячи акций компании SkyWay Capital. По сути дела, это раздел «Инвестиции». Теперь, для того, чтобы приобрести пакеты акций в рассрочку, вам необходимо просто кликнуть вот на этом манере, длинном. После этого страница прогружается, вы заходите уже на страницу, где можете инвестировать и приобретать пакеты акций в рассрочку. Для этого вам необходимо выбрать необходимый пакет, да, любой из этих четырех. Старкт у него стабильный. Если вы кликните на каком-либо пакете, то у вас стоимость, где вы видите, да, вот написано, появится либо 25, либо 50, либо 100, либо 200 здесь. Дальше вы указываете, какую сумму, с какого счета у вас писать, если у вас уже есть денежные средства на счету. Если вы готовы, если у вас на денежных счетах ноль, да, и вы готовы сразу же, скажем так, оплатить стоимость какого-либо пакета, то вы можете кликнуть напротив той платежной системы одной из семи, которую вы хотите воспользоваться для того, чтобы оформить эту рассрочку, если у вас в денежных средств на счетах основном и бонусном нету, да, и нажать кнопочку «Оформить». После этого фактически будет рассрочка оформлена, и вам нужно будет осуществить платеж того кошелька, который вы выбрали. То есть ввести дальше необходимые данные по этой платежной системе, скажем так. По системам Яндекс.Деньги, Кили Кошелек и Яндекс.Кошелек, ой, и Ведмани, у нас специалисты финаделы вручную не заводили денежные средства, а остальные, фактически автоматически все это происходит, вы оформляете рассрочку, и информацию по рассрочке вы можете посмотреть в разделе «Мои рассрочки». На этом аккаунте у меня оформленных рассрочек нет, да, здесь есть информация, что если вы хотите приобрести пакет акций в рассрочку, то нужно перейти по ссылке. Если я сейчас сюда нажму, то меня загрузят на эту страницу, где я могу приобрести пакеты, о которых только что вам рассказать. Теперь давайте сделаем следующее. Я перейду в другой аккаунт, что-то у меня, ага, вот, я перехожу на другой аккаунт, так, 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 вот, я выбираю аккаунт, который у нас тестовый, да, специально, скажем так, для записи видеороликов, для объяснения каких-то действий в личном кабинете, вот, и здесь мы с вами рассмотрим конкретно пункт, который называется рассрочки. Итак, друзья, во-первых, когда вы уже оформляли какие-либо рассрочки, видите, у вас на главной странице вашего кабинета здесь есть информация, то, что есть неоплаченные счета и то, что подходит к окончанию платежей по рассрочке. Соответственно, если рассрочка уже есть, вы набираете здесь, кликаете просто по моим рассрочкам и все. Дальше на главной странице, когда у вас есть оформленная рассрочка, видите, здесь, да, резерв по рассрочке, вот, то есть забронировано 437 тысяч акций потенциально, то есть если мы оплатим эти рассрочки, которые, скажем так, были оформлены, соответственно, эти акции мы получим в итоге в свое распоряжение по окончанию оплат по рассрочке. Также есть информация, видите, по счетам и так далее. Итак, в рассрочке мы можем перейти, как я вам говорил, в разделе «Мои рассрочки». В рассрочке мы можем попасть вот здесь, если она уже есть, да, вот. Также у тех людей, которые приобретали пакеты акций в рассрочку, информация по платежам по рассрочке отображается вот на главной странице. И написано, что осталось 9 платежей. Следующий платеж 17-го числа у нас сегодня 20-е. У нас есть 10 дней, в течение которых позволит, скажем так, пропустить срок оплаты платежа. Вот. И, опять же, здесь точно также есть ссылка, по которой мы можем кликнуть и перейти в раздел «Рассрочек». Как оформить рассрочку я вам показывал. После того, как вы, кстати, оформили рассрочку, в разделе «Мои рассрочки» появляется вот такая следующая информация, да. Вот. То, что вы оплатили, например, 25 долларов. У вас здесь высвечивается табличка. Кстати, данный сервис тоже произойдет небольшие, скажем так, в ближайшее время произойдут небольшие изменения в данном сервисе. Он будет еще более наглядным и удобным. Сейчас дорабатывают специалисты нашего IT-отдела, да, чтобы он был еще более удобен и просто. Так вот, здесь написана информация, да, какое количество акций зарезервировано, сумму, которую в итоге вы должны заплатить в целом за всю рассрочку, да. Ежемесячный платеж и дата оформления. Это было еще 18 декабря. У нас был как раз первый вебинар, где мы говорили про рассрочку. Мы можем посмотреть график платежей. В принципе, это вот у нас слева у нас отражено. Что вы можете сделать, да? Вы можете разрешить автоматическое списание платежа с вашего счета. Если поставите здесь галочку, да, то соответственно нам нужно будет выбрать, какого счета списывать. То есть, если вы активно строите партнерскую структуру, например, и у вас регулярно более, например, 200-300-500 долларов ежемесячно партнерское вознаграждение, да, вы выбрали рассрочку, например, на 50 долларов. Вы можете здесь поставить галочку «Разрешить автоматическое списание», а здесь выбрать бонусный счет. Вот. И у вас с вашего бонусного счета, если вы не все будете выводить, то что-то будете оставлять, ежемесячно будет списываться в положенное время необходимая сумма. Дальше вы видите, в таблице написано, какое количество средств доступны и на каком счете они у вас находятся, да, и вы можете оплатить, вот у меня, например, здесь 81 доллар. Я бы мог взять сейчас, да, кликнуть и сразу за 3 месяца оплатить. У меня бы здесь высыпалась информация, что у меня оплачен январь, февраль и марк месяц, да, и соответственно до апреля месяца я могу не ломать голову на тем, что мне нужно оплачивать рассрочку. Сейчас я этого делать не буду. Вот. Я здесь уже проделал следующую операцию, то есть я здесь показал на этой рассрочке людям тот вариант, когда у вас денежных средств не хватает, да, и кстати, я уже это проделал. Видите, 18 января мне платить по этой рассрочке не нужно ничего. Вот. Потому что я заранее нажал, что я буду, денег у меня нет и я в феврале готов оплатить двойной платеж сделать, да, за предыдущий месяц, за январь и за февраль. То есть таких вот отсрочить нам можно делать 3. В течение всей рассрочки 10 месяцев, например, да, но нельзя их делать подряд. То есть я вот 50 долларов поплачу, в марте месяце я должен буду заплатить 25 долларов, а вот в апреле я могу опять же пропустить и 50 заплатить в следующий месяц. Вот таким вот образом. Вы можете отменить рассрочку, да, если вы ее оформили, у вас был сделан первый платеж, до вами уже было забронировано какое-то количество акций, но если вы это сделаете, то в этот момент произойдет следующее. То есть денежные средства, которые вы заплатили за рассрочку, то есть первый ваш платеж, там либо 3 платежа либо 5, неважно сколько вы платежей не сделали, они у вас забираются с этой рассрочки и на то количество денежных средств, которые вы потратили, выбирается пакет из обычного раздела «Инвестировать» нашего личного кабинета, да, сейчас я вам это покажу. То есть допустим вы оплатили 200 долларов, да, соответственно что произойдет? Вы 4 месяца по 50 долларов уплатили, потом поняли, что вы не будете платить, соответственно вам с дисконтом 102 будет начислено не то количество акций, которое вам могло быть начислено, да, там получается 50 долларов, вам начисляется уже месячно порядка 15, даже больше тысячи акций. Вам будет начислено 20 400 акций, вот, и все, то есть если ровно 200, то это так произойдет. Если вы заплатили 250 за 5 месяцев, то вам будет начислено 20 400 акций, а оставшиеся 50 долларов перейдут на ваш акционный счет и вы сможете эти деньги потратить только на покупку акций. Соответственно после этого вы можете купить себе пакет за 30, у вас останется еще 20 или купить пакет за 15 и за 30 и у вас на акционном счете останется 5 долларов. То есть фактически рассрочка у вас будет списана, дисконт вы теряете. Поэтому я говорю вам, прежде чем расстаться с рассрочкой, которую вы оформили, ну 300 раз подумайте, да, вы, наверное, не зря выбрали эту рассрочку и действительно с дисконтом, там у нас были первые рассрочки с дисконтом 1 600. Ну удобно же, выгодно это, правда? Вот и терять такой дисконт было бы не совсем правильно. Это информация, которую я вам показал по поводу рассрочки. Теперь, наверное, прям вживую я могу сделать следующее. Видите, у меня как бы пропущен срок оплаты. График платежей, 17 числа я заплатил, мне 17.01 надо было платить. Я беру и нажимаю, что пропустить текущий платеж. Меня спрашивают, уверен ли я. Я говорю, ну, кто как не я могу быть себе уверенным, правильно? Вот. Мне сейчас не позволяет, наверное, сделать, пропустить. Так, перекратить. Какие? Вы не можете отложить двойной платеж. А, я не могу отложить сейчас по той причине, что у меня на основном счете денег больше, чем стоимость самой рассрочки. Вот. Если у меня денег бы не хватало, то у меня было, скажем так, а нет, вот получилось. Извините. То есть надо было перезагрузить компьютер. Я его перезагрузил и в этом месяце у меня, скажем так, ничего оплачивать не нужно. А вот 17.01 необходимо сделать двойной платеж по той рассрочке, которую вы сейчас видите на своем экране. По большому счету, наверное, это то, что я хотел вам сегодня показать на вебинаре по тому, что и где находится в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Вот. Одно могу сказать, что в личном кабинете у нас, скажем, ведутся доработки. Он будет, действительно, еще более удобный. Он будет, скажем так, более эргономичный. Вам более просто можно будет пользоваться всем тем, что в нем находится. Вот для того, что будет, скажем так, рядом, наверное, находиться какие-то кнопки из каких-то действий и короткие видеоинструкции. Ну, так, по крайней мере, предполагается. Как это сделать, как проделать, чтобы вы не переживали, не волновались, не долгали там за бороду своих наставников. А сами легко могли проделать все действия, которые касаются личного кабинета. так, на этом я буду, остановлю трансляцию своего рабочего стола. Возвращаюсь в конференц-комнату. Ну, и, наверное, хотел бы увидеть вопросы, если таковы имеются. Задавайте вопросы. По поводу рассрочки. Смотрите, Татьяна, вот сегодня пакеты, про которые я вам говорил, да, пакет семьер и пакет бизнес, они появились у нас буквально два дня назад. Ну, и вот рассрочка в пакет, старт и пакет за 100 долларов ежемесячной проплаты, они действуют. Я думаю, если руководство примет решение, отменить данные действия пакетов, да, то есть об этом будет обязательно донесена информация до каждого инвестора и в рассылке, и на вебинарах мы об этом будем говорить. Ну, вот пакет за 25 долларов ежемесячно, скажем так, который вы можете приобрести, у нас действует с конца ноября, просто меняется дисконт. Поначалу дисконт на всех пакетах был 600, потом он стал уменьшаться плавно, да, там он стал 550, 500, и так дошло до 250. Сейчас дисконты такие как 130, 220, да, 214, как я вам сказал, на семье. Соответственно, инструмент, который называется приобретение пакетов акций в рассрочку, он долгосрочный, и компания приняла решение использовать его все время, могут меняться номиналы пакетов. Может меняться дисконт, да, который все равно в рассрочку будет выгоднее, чем обычные пакеты. Но никому не запрещено просто купить себе пакеты, вы понимаете, да? Не заниматься какой-то рассрочкой, не ломать все голову, чтобы ежемесячно что-то платить, пожалуйста. Если себя устраивает уровень доходности, который есть на сегодняшний день, приобретайте акции по этому дисконту, и все хорошо. Так, не знаю, были ли там еще какие-то вопросы? В тренировой компании есть кошелек Perfect Money. А почему не так это? Ну, вы знаете, как бы компания заключила договора с теми платежными системами, из которых у нас получилось, договора заключить. Поэтому у нас есть те кошельки, которые есть на сегодняшний день. Кстати, если вы зарегистрируетесь в этом, как его называют, в ОКПЕ, то внутри кошелька ОКПЕ есть система платежных Perfect Money. Приветствуем Риги Затирал, город Гурьев бывший. Вот, звук прерывается, непонятно о чем речь. Скажите, а звук у всех прерывался и непонятно о чем речь? Или только вот у одного человека, у Людмилы? А то я так долго трещал и не заходил, скажем так, сюда посмотреть обратную связь. У всех плохо было, да? Ага, Татьяна пишет из Новосибирска, что звук отлично. Спасибо большое, Татьяна, то есть вы меня успокоили. Я надеюсь, что я не зря, скажем так, занимал ваше время. Вот. Какие еще есть вопросы? Не стесняйтесь задавать, потому что, в принципе, личный кабинет это, наверное, самое простое, что необходимо знать, чем необходимо овладеть. Татьяна, но пока не могу вам ответить на вопрос, когда можно будет оплачивать из Великобритании и европейских стран. Есть платежные системы, благодаря которым могут люди оплачивать из европейских стран. Тот же WebMoney, например, да? В Европе и во многих странах он работает. Вы знаете, нет, первый платеж вам нужно сделать, Галина. Для того, чтобы рассрочка за вами была закреплена, вы можете ее отсрочить, да? И у нас сейчас была новость, что вот вы, допустим, зашли, вы решили оформить рассрочку, да? А пенсию вам дали, например, пять дней назад или зарплату. И вы все ее вкрутили во что-то, не знаю, купили торт на свадьбе своим родственникам, да? Я не знаю, заплатили кредит за машину и решили 25 дней поголодать, сбросить лишний вес и воспользоваться потом. На 25 дней сейчас сохраняется рассрочка, которую вы оформили. Это так называемый отложенный платеж. Но после 25 дней, если вы ее не оплатите, она просто слетит и все. Поэтому первый платеж, если у вас, скажем так, он не большой, то желательно... Первый платеж надо сделать, да? И потом, только после этого может включиться двойная оплата. Вы можете сделать. На 25 дней вы отложили, деньги у вас появились. Следующий платеж вам пришлось бы делать сразу, скажем так, через 5-7 дней. Вот тут вы можете использовать отложенный платеж. Да, Татьяна, запись ведется данного вебинара. Вот, поэтому я думаю, его обработают, если действительно есть надобность в том, чтобы прослушать эту информацию. Одно хочу добавить. Вот сегодня не так много людей на нашем вебинаре присутствует. И, в принципе, по личному кабинету их всегда меньше, чем на остальных. Завтра у нас будет 18 часов, ну, что касается меня, например, это презентация проекта Skyway Capital в целом. В пятницу будет 13 часов разъяснения и основные положения партнерской программы, которая у нас стала действовать в понедельник в 20 часов вечера, да? Вот, то есть, конечно, ваше право, ваш выбор, приходить на эти вебинары или нет. Но у нас, как я говорил, личный кабинет дорабатывается и, в принципе, раз в неделю проходит такой вебинар. И если какие-то изменения в личном кабинете происходят за промежуток неделю, соответственно, на этом вебинаре эти изменения будут озвучены. Ну, практически так нагло заявил, что каждый последующий вебинар по личному кабинету в нем будет какая-то дополнительная информация. Вот таким вот образом. Поэтому я не могу настаивать, могу только рекомендовать, что вы эти обучающие мероприятия посещали. Обучающие мероприятия наших, скажем так, лидеров, да, которые устроят партнерские структуры, сегодня в 20.00 будет мероприятие Ларисы Артамоновны. Вот она его будет проводить. Тема, вы знаете, это новое сознание для новых технологий. Завтра у нас будет два вебинара в 13-19 часов, которые будет проводить Владимир Маслов. Они касаются адресных проектов, поэтому если вам интересно узнать, что такое адресные проекты, как работать с людьми, чтобы эти адресные проекты образовывались. У Владимира есть конкретный опыт. Непосредственно он занимался проектом потенциальным, где будут строиться дороги в Эстонию. То есть информация интересная, ее можно использовать на практике. Она может принести пользу вам лично и пользу, скажем так, всей компании в целом. В пятницу у нас в 19 часов будет кофе-брейк, авторский вебинар Григория Мирошниченко. Не только будет у нас маркетинг-план в 13 часов, который будет по Москве для регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. И в субботу будет 12-й вебинар Павла Мануева, где он будет рассказывать про Skyway, историю, как технология стала известна и что со всем этим делать. И плюс ко всему, может я сегодня просто тише говорю, но громко не кричу, могу конечно добавить. И в воскресенье будет опять же вебинар, который проводит каждую неделю, каждое воскресенье Александр Мунко, который называется семейные встречи. Начинается в 15 часов. Ну если интересны эти темы. Да, спасибо Владиславу, что в расписание выкладываете. Вы знаете, сталкиваюсь с интересной информацией, что огромное количество людей почему-то не может найти, скажем так, когда у нас такое мероприятие проходит и прочее. Хотя мы делаем рассылку по базе электронных адресов и в группе ВКонтакте у нас выложено данное расписание. Плюс ко всему это расписание дублируется на сайте 3dobody.com, ссылку на которую вы сейчас дали. Роберт, вы знаете, если честно, я не сторонник того, чтобы раздавать свои регистрационные данные на вебинарах. Я, наверное, даже противник этого всего. Поэтому если вы хотите зарегистрироваться, не потому что я такой противник, а потому что я все-таки придерживаюсь такого понятия как этика. Если у вас есть человек, который пригласил вас в этот проект, лучшее, что вы можете сделать, это зарегистрировать по ссылке, которую он вам даст. И он вам поможет развиваться в этом бизнесе. У меня, к сожалению, я люблю сетевой бизнес, я как бы работаю сейчас в компании, но не так много времени для того, чтобы строить партнерскую структуру. Я это говорил людям, у меня фактически есть зарегистрированные партнеры, но, как правило, это те, кто просто приобрели себе пакеты акций. Они увидели ссылку у меня в скайпе и поэтому зарегистрировались. Здесь один человек, который на меня обижен почему-то, когда он зарегистрировался по этой ссылке, считает, что я плохо отношусь к нему, либо что-то еще. Вы знаете, нет. Просто реально я знаю, что такой сетевой бизнес, к этому нужно относиться серьезно. На это уходит больше времени, чем 20 минут. Соответственно, это определенный уровень ответственности. Вот таким вот образом. Какие еще есть партнеры, фу-партнеры, вопросы? Очень плохо слышно. Ну вот я сейчас микрофон сделал ближе. Просто, наверное, для всех людей, кто находится сейчас в комнате, я могу, ну может быть, свою рекомендацию какую-то дать. Мы все работаем в мире людей. Мы все по чьим-то, скажем так, по чьей-то информации нашли бизнес Skyway. Лучшее, что вы можете сделать, и вы поступите этично, если вы зарегистрируетесь по ссылке того человека, который вам вообще дал эту информацию. Пусть он даже сегодня не владеет полным объемом. Пусть он даже сегодня, может быть, не профессионал, да. Но если он активно развивается здесь, ну даже благодаря тому, что он просто дал вам эту информацию, будет правильным ходом, если вы просто напросто свою регистрацию благодарите. Это не говорит о том, что вы должны этого сделать. Нет. Потому что вы можете эту ссылку, например, найти где-то случайно и так далее, и так далее. Действительно, в сетевом бизнесе, в MLM бизнесе, выбор партнера это, по сути дела, не могу сказать, что это как бы выбор второй половинки, да, на всю жизнь. Тем не менее, отношение должно быть примерно такое. То есть вам с человеком комфортно. Вы с человеком узнали, скажем так, как-то друг друга, потому что вот просто увидели, что кто-то дал вам информацию и сразу регистрируется. Это не гарантия того, что вы будете успешно развиваться. И, кстати, если вы подпишетесь под самого, как говорят, сетевом супер-пупер лидера, да, там, у которого доход уже там десятки тысяч долларов в месяц, это не гарантия того, что у него хватит времени для того, чтобы с вами работать. Поэтому здесь очень важно тесное взаимодействие с вышестоящим партнером. Вот. И, ну, наверное, скажем так, синхронные действия, да, простые шаги, которые необходимо делать. Вот такая информация. Так, теперь все хорошо, стало слышно, отлично слышно. Так, так, так. Опять же, если вернуться к этой теме, смотрите, Роберт, да, то есть есть человек, который вам дал информацию и, наверное, у него есть маленький огонек надежды, то, что, скажем так, вы, наверное, один из тех, с кем он будет вместе строить бизнес, где-то он на вас рассчитывает. И вдруг он получает, скажем так, такую зуботычину, что кто-то взял вас и зарегистрировал под себя. Где-то мы разбиваем мечты и надежды этого человека, да, это не совсем хорошо или совсем нехорошо. Поэтому сами поступайте так, как вы хотели, чтобы поступали с вами. Поставьте себя на место того, кто, это может быть, кстати, ваш родственник, друг, знакомый и так далее. С вами когда-то могут поступить так же. Комфортно ли вам будет в этой ситуации? Я знаю, что нет. Часто в своей жизни сталкивался при построении партнерских структур такой ситуации, вы знаете, и, к сожалению, это один из тот негативных моментов, который отталкивает людей от этого бизнеса. Если компания четко не следует этическим вопросам, возникают сложности. Не тот товароборот создается, который мог бы. Потому что мы работаем в мире людей, а в партнерских структурах никого нельзя заставить делать какие-то действия. Если человек обиделся, расстроился, ему некомфортно с кем-то, он разворачивается и уходит. И потенциально он мог сюда привести, может быть, огромное количество людей с большой суммой инвестиций, а он просто этого не делает. Соответственно, мы теряем. Если у вас больше нет никаких вопросов, коллеги, то, наверное, будем тогда сегодня расставаться. Да? Завтра, я вам сказал, у нас вебинар будет в 13-19 часов по адресным проектам, и в 18 часов будет презентация проекта компании SkyWay. Поэтому тем людям, которым вы можете дать информацию новичкам, которые хотели бы разобраться в этом, приглашайте их на эти вебинары. Будем рады с вами поработать и донести информацию. Всем хорошего вечера! Вопросов не появилось, поэтому я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok